Всем здрасте! Сегодня мы говорим про такую важную тему, куда вложить 150 тысяч рублей, если вдруг они у вас ни с того ни с сего нарисовались и вы хотите их куда-нибудь вложить. Ну и давайте посмотрим, куда выбирает вкладывать российский инвестор. Это топ-10 акций в портфелях частных инвесторов в сентябре. Вот Мосбиржа составила нам такую интересную инфографику. И, конечно же, прежде чем решить, куда вкладывать ваши деньги, надо понять, какая у вас цель. То есть сегодня мы рассмотрим консервативно, куда вложить, умеренный портфель, как составить, и рискованный. Ну, больше упор сделан на рискованном. Это акции, как вы уже догадались. Ну и видим, что в целом в сентябре частный инвестор выбирал акции Сбера. Больше всего 30% на Мосбирже инвестирует в Сбер, который, собственно, никуда не двинулся, также на месте остался. Многие надеются, что Сбер дальше будет расти. Ну, в целом, это вполне логичное суждение. Газпром. Газпром 16%. В целом тоже Газпром потихонечку стагнирует. Но там плюс-минус возле одной отметки находится. Я уже говорил про Газпром, что я бы туда пока не заходил. Пока новые проекты, вот эти вот дивиденды, новые налоги. Так что по Газпрому пока, мне кажется, делать нечего. Кстати, напоминаю, что все сказанное видео не является инвестиционной рекомендацией. Что касается Сбера, кстати, тут тоже я бы выбрал другой банк. Ну, собственно, я в него инвестирую. Это Тинькофф. И дальше 13% могут радоваться. Ну, вот я не знаю, да, может быть, в октябре уже этой акции нет. Лично я Лукоил продал. Ну, вот Лукоил новый максимум. Это 7200. На выходных даже 7300 по Лукоилу. Но в целом 14% инвесторов могут порадоваться. Почему я продал Лукоил? Потому что считаю, что и по технике, и по фундаменталу надо пока что немножечко снизиться в цене. И планирую докупить уже сейчас либо после дивидендов, если коррекции не будет, либо на какой-то коррекции на плохих новостях, возможно, или на падение вообще цены на нефть. Такое тоже может случиться. Многие забывают, что цены не только растут, но и падают. Мы, кстати, на нефти, как вы знаете, заработали на этой неделе очень хорошо. Ну, сейчас еще поговорим, почему нефтяночка и какая нефтяночка. Интересно. Сбербанк привилегированный, понятное дело. Тоже люди держат 7%. Дальше идет Сургут, Норильский Никель. Ну, тут уже такие маленькие доли. 5-4-3% от нефти, Новотек и Яндекс. Главный вопрос. Где Озон? Где крутейший маркетплейс России Озон? Потому что это крутейшая компания тоже. Ее здесь нет. Ну и в целом достаточно логичный портфель. И почему я его показываю? Потому что там, где большинство, там, как правило, нет никакого результата. То есть надо заходить туда, где не сидит толпа. Посмотрите на этот график, сделайте выводы и заходите в другие бумаги, как говорится. Я продал Лукойл, продал практически возле максимума, ну, чуть ниже 7000. Считаю, что сейчас тот рост, который имеется, он, конечно же, спекулятивный. Перед разворотом тренда, как правило, бывает такой финальный вынос. По технике тут надо бы скорректироваться, да. Есть и диургенция небольшая. И здесь, наверное, идет просто вынос сейчас стопов. Тех, кто шортил. После небольшого роста я все-таки жду Лукойл пониже. Но главная причина, конечно же, роста, это рост цены на нефть, которая, в свою очередь, растет из-за конфликта в Израиле. И обстановка накаляется. Вот самый главный вопрос, мешается ли Иран, который является крупнейшим поставщиком нефти. Если мешается, то да, нефть увидим. Можем вообще по 200 увидеть нефть. То есть, если начнется полномасштабная война, чего, конечно же, не хочется, то в таком случае нефть вырастет очень сильно. Рубль очень сильно укрепится к доллару. Вообще многое, много что поменяется для инвесторов на самом деле. Так что то, что мы там заработаем на Лукойле, которое будет стоить 9500-10 тысяч при нефти дорогой, да, выше 100, как бы мы потеряем за счет там валюты, за счет падения каких-то других активов. Поэтому тут ничего хорошего нет. Будет кризис мировой, скорее всего, и рецессия. При рецессии растет нефть, да, но падают другие сектора. В общем, ничего хорошего не будет. Поэтому не хотелось бы этот сценарий, но он возможен. Другой сценарий, что все-таки закончится конфликт, либо перейдет в какую-то умеренную фазу, да, не будет какой-то эскалации. И тогда начнет остывать и Лукойл, и бренд, который перед выходными закрылся уже по 92 практически. Что касается нефтяночки, на самом деле, я бы сейчас, вот на следующей неделе, давайте рассмотрим рискованные инвестиции, да, если говорить про такие компании ненадежные, так скажем, непредсказуемые там, где могут быть неожиданные плохие новости или какие-то решения акционеров, но при этом есть большой потенциал, который еще не отыгран по сравнению с другими компаниями. Вот мне интересно была бы компания Башнефть, потому что здесь, ну, во-первых, компания, как видите, вместе с нефтью не отыграла рост, а цена на заправках выросла, да, Башнефть, кто не знает, это вот компания дочерняя от Роснефти, заправки в Башкирии, да, я вот сам из Уфы, знаю эту компанию хорошо, продуктам их недоволен, сервисам их недоволен, но вот мы сейчас рассматриваем не с точки зрения клиента, а с точки зрения даже не инвестора, наверное, а с точки зрения спекулянта и трейдера. Вот такая интересная история заработать, но тут лучше со стопом, я думаю, на обновление максимума процентов 30 сделать, до 2000 дойти, обновить и потом уже снижаться. Была бы неплохая история, то есть, потом уйти опять в боковик какой-нибудь. Плюс я тут рассматриваю привилегированные бумаги, потому что сейчас под Новый год, под зимний, так скажем, зимний период, осенний-зимний, в России начинается интересный сезон дивидендов. Много обещаний, много прекрасных цифр, выплат, к тому же компания должна будет 25% платить в Башкирию, опять-таки, который является держателем четверти бумаг, если я не ошибаюсь. Ну и такая интересная бумага, которая не является институционной рекомендацией, может лежать в ваших портфелях как аналог инвестиций в нефтяночку, если вы там еще не успели отыграть этот рост. Но большой риск, большой риск, потому что Башнефть – это не самая лучшая бумага на российском рынке, она даже не входит в список средних бумаг, на мой взгляд, потому что очень много зависит от решений акционеров, которые могут быть нелогичными. Вот если говорить про акции, да, это интересная бумага. Затем, что касается российского рынка, ну опять-таки, да, компания Озон, почему-то про нее все забыли, в портфеле инвестора ее нет, ну вот после небольшой коррекции я жду роста. Коррекцию ожидаю где-то до 2400. Вот компании сейчас, по сути, отыгрывают вот такой сценарий, на мой взгляд, да, то есть был рост, я сейчас жду коррекции и затем, возможно, добавлю. Я, кстати, на текущих значениях, наоборот, фиксировал прибыль и сейчас хотелось бы увеличить, потому что по Озон такая долгосрочная цель – это 3500-3700 рублей за акцию. В принципе, можем быстро увидеть эти цели, но вот по всему российскому рынку давно хочется уже скорректироваться. Из акций, да, что еще можно добавить из рублевых бумаг? Поделюсь, наконец-таки, обещала нашей инвестицией из закрытого канала. Это ТМК, ПАО ТМК. На мой взгляд, вот компания занимается трубами, да, на мой взгляд, вот все эти проекты, которые сейчас в Азию тянутся, да, все компании, которые переориентируются на Азию, они будут очень нуждаться в услугах именно ТМК для прокладки труб. К тому же сейчас, если говорить про такую фундаментальную часть, да, ну, понятное дело, мы цифры не разбираем, сейчас не вижу в этом смысла сидеть с цифрами. Если вот просто так по-обыденному посудить, да, цены на металлы низкие, у компании минимальные затраты на все это оборудование, на работы, вот, а в условиях развития инфраструктуры и развития бизнеса внутри РФ с дополнительными государственными субсидиями, поддержкой и новыми проектами, опять-таки, вот одна из бумаг, которая, на мой взгляд, очень интересна. Потенциал тут, ну, как минимум 350 рублей. То есть, по графику вроде как, да, мы привыкли смотреть на график, привыкли смотреть так, что, типа, вот выросло, сейчас должно упасть, возврат к обыденному, да, но по многим бумагам мы увидели после вот такой небольшой коррекции дальнейший рост. Ну, и где тут потолок, это вопрос только того, когда инвесторы остановятся, да, когда трейдеры-инвесторы остановятся. Вообще, после такого, конечно, роста хотелось бы увидеть некий откат по FIBA где-то до 0,5, то есть, где-то до 200 рублей. В целом, я бы докупал по 200 рублей. Сейчас у меня уже есть определенная доля. Вот 198-200 рублей с прицелом на год можно, мне кажется, вполне взять. Но, опять-таки, это тоже одна из рискованных бумаг. Я, в том числе, переложился в нее из Лукойла, да, когда вышел из Лукойла. И здесь хочу взять свои хотя бы 10%, потом уже буду думать, стоит ли дальше, стоит ли дальше держать. То есть, тоже такая идея со стопом. Еще из России, ну, давайте третью бумагу посмотрим. Вот на прошлой неделе, как я уже сказал, Сбербанка много, да, в народном портфеле. Но я бы, наверное, рассматривал другой банк, это Тинькофф. Здесь цель 4500 рублей. После долгой консолидации около 2700 прошлого года мы увидели, наконец-то, выход в район, ну, дошли до 3800. По сути, закололи вот этот уровень, 3800, который является сопротивлением. И затем ушли чуть ниже на 3300. Сейчас большие объемы идут на отметочке 3300 рублей. И в целом, если рассматривать Тинькофф тоже с прицелом на год, по крайней мере, до весны, до лета следующего года, мне кажется, это хорошая идея для инвестирования. Я Тинькофф держу. 4500, на мой взгляд, будет отличная отметка. Еще раз, все это не является инвестиционной рекомендацией. Естественно, вы сами решаете, куда инвестировать и какие бумаги выбирать для вложения своих денег. Теперь, что касается американского рынка. Естественно, по классике, инвестируем мы в разные рынки, в том числе Китай, Америка и Россия. Ну, на Китай мы, наверное, отдельный упор сделаем в следующих выпусках. Кстати, если наберем 100 лайков этому видео, то сделаю отдельный выпуск про Китай, про китайские бумаги. Что касается Америки, на мой взгляд, надо покупать, как и завещал на Уоррен Баффет, бумаги, которые, компании, которые хорошие, но испытывают временные трудности. То есть, вот компания Disney, да, у нее сейчас действительно трудности. Обновили минимум, по сути, который был в 2020 году. Ушли ниже 80 на какой-то период, был даже 78, по-моему. Вот, и сейчас идет вот такая поддержка на 80 долларов. Цель тут 150-170 долларов минимум. То есть, контент крутится, лавеха мутится, да, парки работают. Вот, по Disney я не вижу причин для дальнейшего снижения. Хотя, хотя, ну вот опять-таки, да, если вот это вот сценарий реализуется, если там вот это все Иран, Саудская Аравия, если начнется конфликт, Америка вмешается, там, понятное дело, все компании будут лететь. То есть, мы сценарий черного лебедя не исключаем. И инвестиции это всегда риск, если мы говорим про, ну, про там, про акции. Вот, по еще одной компании на американском рынке, ну, я ее уже 100 раз давал. Такая не самая популярная, это компания Snowflake, дата-центры, облачные вычисления, вот, и бумага, которая интересна для инвестирования тоже в таком долгосрочном периоде. Тут я бы, наверное, назвал период 3-5 лет. Вот сейчас искусственный интеллект, все это дело развивается, это все надо будет хранить где-то на серверах, использовать какие-то мощности, учитывая, что у Snowflake уже есть определенная клиентская база, я бы рассматривал ее для инвестирования. У меня средний вход около 200, я сейчас в небольшом минусе, по сути, уже сколько? Уже вот с начала 22-го года, когда все это дело упало. Вот, ну и жду я возврата на 400 и обновление на 500 долларов. Все зависит от отчетностей, от прибыльности компании, понятное дело, да, но пока они набирают клиентскую базу, пока они расширяются, растут, когда начнется здесь прибыль, понятное дело, там уже надо будет только успевать закупать. Я предпочитаю покупать, когда дешево. Так, ну и давайте еще одну, раз уж мы рискованные бумаги смотрим, да, крипта, микростратеджи. Сейчас биткоин находится на очень такой отметке, ни туда, ни сюда, да, и зависит от того, будет ли кризис или нет. Если будет кризис, который связан с доверием к банковской системе, биткоин у нас улетит на 45. Да, на самом деле я уже жду 45. Наверное, вот 49 мы обновим, обновим максимум, да, который был в марте 22-го года, и затем откатимся на отметку 43-45. То есть покупка крипты через фондовый рынок, это компания микростратеджи, как бы номер один, да, потому что они держат огромное количество биткоинов. Дальше компания уже, ну, помельче. Понятное дело, там Теслы всякие. Вот лично мы взяли в закрытом канале, это компания Блок, в целом около текущих значений. Ну вот, если будет какой-то импульс вверх, то вот эта компания улетит. Но надо, понятное дело, понимать, что здесь может быть и вот такая история, то есть обновление минимума, затем только поход наверх, чтобы высадить лишних пассажиров, у кого нет терпения, и у кого нет понимания общей инвестирования. Вот, ну и все, наверное. Вот отдал вам, в принципе, те идеи, которыми я сам пользуюсь. То есть не просто там обзор рынка, да, что можно было бы покупать, что там, что ждать дальше, да, вот конкретно, что я сам покупаю. В целом, если говорить про американский рынок, я бы здесь не лез, на самом деле, в компании, которые уже стоят дорого. Это компании типа Apple, типа Google, Microsoft. Понятное дело, что они зарабатывают, у них все будет отлично, но они стоят сейчас объективно дорого. Вот, и по американскому рынку у нас вполне вероятна реализация вот такого сценария, когда мы после небольшого роста все-таки увидим сползание и большой кризис. В целом, вот эта вот формация двойного, так скажем, двойной вершины, да, с обновлением максимума к выборам, скорее всего, в США, и затем проблемы с госдолгом, и поход уже вот такой вот, вот такой вот вниз рецессия до 3000 пунктов по S&P 500. Вот такой сценарий я жду в целом по американскому рынку, связанный это может быть и с конфликтами, и с множеством причин, поэтому здесь не стоит быть там супероптимистами. И тем более, если мы возьмем вот этот период, да, это кризис 2008 года, мы можем увидеть просто более быстрое повторение вот здесь. То есть от текущих значений упадем на 50%, это 2000 можем увидеть, да, то есть как раз-таки значение кризиса 2020 года. Поэтому тут иллюзий не питаем, и надо аккуратно очень инвестировать. На мой взгляд, сейчас Россия все-таки более интересна для инвестиций, потому что у нас все плохое произошло, можно сказать, компания продолжает зарабатывать, и у нас все-таки сырьевая страна, и в текущих условиях, по текущим мультипликаторам акции РФ мне интереснее, чем акции США. Но опять-таки не все, да, я показал бумаги, которые могут и вырасти. Ну и не забываем, что если говорить про S&P 500, для желающих шартануть на всю котлету, вспоминаем слова Уоррена Баффета, опять-таки, никогда не ставьте против американской экономики, да, это чревато. Так, ну и для, в принципе, для консервативных инвесторов, единственное, что я могу посоветовать, это ОФЗ. ОФЗ ближайшие и длинные, в принципе, можно уже добирать. У нас в ближайшем заседании ЦБ может повысить ставку еще, чтобы все-таки закрепить борьбу с высоким курсом доллара. То есть указом президента на прошлой неделе, на прошедшей неделе, было принято решение о продаже экспортной выручки экспортерами, для того, чтобы укрепить, опять-таки, рубль, ну и ЦБ может еще ставочку приподнять. Но помним, да, что после большого взлета следует большое падение, ну и также действует обратное. Облигации сейчас упали в цене, после такого длительного снижения обязательно будет отскок, и если брать, допустим, ОФЗшки короткие, допустим, с погашением в феврале, летом следующего года, весной, то в таком случае можно зафиксировать для себя доходность, там порядка 12-13% с текущей ставкой. Понятное дело, на корпоративных облигациях чуть побольше. Если говорить про длинные бумаги, то в целом, если брать с целью 2-3 года, то ставка обязательно будет снижена, потому что сейчас высокая достаточно ставка для российского рынка, то есть оптимальная была бы 8-9% от ЦБ. И такое снижение обязательно будет, и по телу облигации начнут подрастать, когда ставку начнут снижать в следующем году. Думаю, после выборов это случится. Таким образом, друзья, ОФЗшки вы можете посмотреть, в принципе, на любом из сайтов, они всем известны, сейчас там по всем доходность достаточно неплохая. И, кстати, одну из бумаг я давал уже в своем телеграм-канале, так что подписывайтесь, чтобы не пропускать. Если выпуск был полезен, ставим лайк. Всем спасибо за просмотр.